Сколок попал ему в голову и мальчика не спасает. Таких историй в Донбассе с 2014 года несчетное количество. Некоторые из них рассказаны в новом документальном фильме о геноциде на Украине. Донбасс истерзанное сердце России. Юлия Дымура из Шахтерска стала героем этой ленты по ужасному стечению обстоятельств. Ровно год назад под обстрел попала ее шестилетняя дочь Кира. Девочка только собиралась идти в первый класс, но с прогулки у дома. Не вернулась. Рисовала очень красиво. У нас осталось очень много картинок, ее рисунков. Она ходила на кружки, в садике, на гимнастику. Это не описать вам, не передать, никому не желаю, чтобы это кто-то испытал. Никогда в жизни. Это самое страшное, когда ты хоронишь ребенка. 50-минутная картина рассказывает о сходстве событий в Ростовской области в годы Великой Отечественной с происходящим на юго-востоке Украины в наше время. Мы сопоставляем, что то же самое происходит, что нацисты у нас делали. И там это нацисты тоже. Нацисты, что они творят с нашими людьми. Это буквально повторяется история. Съемки шли полгода в Донецкой и Луганской народных республиках, Ростовской области, а также в Москве и Питере. И вот премьера, собравшая в зале кинотеатра «Аншлаг». Фильм об эмоциях людей, фильм о горе людей, о боли людей. Фильм, который должен рассказать молодежи, который должен рассказать всем людям, которые не понимают, что там происходит, о страданиях мирных жителей Донбасса, о геноциде мирных жителей Донбасса. Я уверен, что нам это удалось. По словам создателей, фильм будет переведен на многие языки. Его покажут на федеральных каналах и независимых фестивальных площадках. Бесплатные показы планируются и для ростовчан. О них можно узнать на сайте поискового объединения «МИУСФронт». Дина Горбачева, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.